В социальных сетях с каждым днём набирает обороты дискуссия о сообществе подростков Рёдан. Его участники в большинстве своём школьники, которые являются поклонниками аниме-культуры. Однако не только разговорами о любимых персонажах ограничивается сейчас общение подростков. Почему увлечение очередной субкультурой может стать опасным, выяснял Даниил Седов. Организованные и многочисленные группы подростков в торговых центрах всё чаще встречают жителей Иркутска. Действия школьников настораживают. Они выкрикивают странные лозунги с нецензурной лексикой и вообще настроены не очень дружелюбно. Что именно стало причиной таких массовых выходов подростков в столице региона, точно неизвестно. Но есть предположение, что таким образом выражается конфликт двух субкультур. Ну ничего нового не появляется, да, потому что всё новое, хорошо забытое, старое. Обычно этих субкультур бывает несколько. Они поставлены, скажем так, имеют противопоставление, потому что одни заодно, одни правые, другие неправые, одни чёрные, другие белые и так далее. И всегда у нас, в общем-то, всё строится на вот этом конфликте. Причём кто и почему именно начинает конфликт, чаще всего неизвестно. Именно так получилось в Москве. В одном из торговых центров столицы произошла массовая драка между молодыми людьми в спортивных костюмах и приверженцами движения «Рёдан». Это сообщество подростков, которые вдохновились героями японского аниме о вымышленной преступной группировке «Рёдан». В переводе на русский это значит «пауки». Их изображение – часть образа поклонников аниме, а ещё длинные волосы, выкрашенные в белый или чёрный цвет, и клетчатые штаны. Возможно, именно внешний вид мог спровоцировать конфликт, который сейчас принял федеральный масштаб. В нескольких регионах страны уже случились массовые драки. Дошло до того, что пришлось вмешиваться сотрудникам полиции. В той же Москве было задержано более трёхсот несовершеннолетних, которые принимали участие в стычках. Именно поэтому во многих городах страны начали действовать на опережение и предотвращение драк. В Иркутске, например, начали со школ. Полицейские вместе с педагогами проводят разъяснительные беседы со школьниками и их родителями. Например, полицейские объясняют детям, что участие в массовой драке – это правонарушение. Его последствиями могут стать административный протокол и постановка на учёт в полиции. При этом в драке кто-то может получить серьёзные травмы, даже смертельные, а это уже преступление. Поэтому к профилактике стычек важно присоединиться родителям. Психологи рекомендуют уделять особое внимание интересам подростка. Если предотвратить увлечение ребёнка той или иной субкультурой сложно, то выстроить доверительные отношения можно и помочь понять, как стоит себя вести, чтобы не навредить себе и окружающим. Данил Седов, Василий Заводский. Новости по будням. Новости по ser lavoro.